Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время сегодняшнего совещания во Дворце независимости. Вопросы внешней политики особенно сейчас самые обсуждаемые. После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. Это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает больших проблем. Но даже в такой ситуации Беларусь готова идти на укрепление сотрудничества с зарубежными странами. Даже ближайших соседей Литву и Польшу, которые больше всех по нам прошлись, Александр Лукашенко не так давно призывал к дружной жизни по соседству. Ведь мы всегда выстраивали мирные отношения со своими партнерами, старались находить общий язык. Тем более пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике. И здесь, казалось бы, наоборот, время обсуждать будущий товарооборота, не настраивать друг против друга. Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения. Ну, прямо скажу, с теми, кто нас уважает, кто с нами считается, считается с нашими интересами, кто соблюдает принципы искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях. Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы в последние годы поступательно, настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты. И особенно о наших ближайших соседях Польши и Литве. К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть, если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят в санкцию. Поэтому я прошу доложить, какие шаги нами предприняты в ответ и какие планы в отношении Польши и Прибалтики. Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов, ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государства. Во-вторых, при беспрецедентном давлении Беларуси была оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь в это непростое время мы и поддержку мы получали от России, Китая и других стран. Тем самым еще раз убедили, что друзья познаются в беде. Но начал президент совещание с нашумевшей, однозначно перекрученной отдельными телеграм-каналами истории. Речь о стихии на мемориале памяти погибшего в одном из минских дворов Романе Бондаренко. Цветы, лампады и фотографии. В какой-то момент площадка в центре Минска стала напоминать место на кладбище, поэтому и приняли решение аккуратно перевести все атрибуты на северное кладбище, где и принято скорбить об усопших. Безусловно, эту трагедию переживает каждый неравнодушный беларус. Глава государства выразил соболезнование родным погибшего парням, но перенос мемориала оказался не на руку тем, у кого интерес исключительно подогревать протестную борьбу в стране, чем, собственно, и занялись некоторые авторы материалов. Сначала они спекулировали на факте смерти молодого человека, а после перешли к памяти. В Минске коммунальщики и несколько силовиков разрушают стихийный мемориал. Из мемориала делают мусорку, каратели начали наступать на площадь перемен, будут громить мемориал. Это лишь часть цитат оппозиционных сообщений. А сейчас, Игорь Петрович, самое главное, возьмите с генеральным прокурором фамилии этих деятелей известны и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы там, где они должны быть, на кладбище, чтобы люди видели, что мы не варвары. Но они же это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился. И те, кто исполнял, рабы, они их рабами назвали. И как рабы, как они говорят, исполняли мое решение. Им это не надо. Им надо показать, что это варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду. Сказал неправду, отвечай. Еще раз повторяю. Минск и другие города, но это характерно, прежде всего, для Минска. Кладбища не будет. Минск кладбища превращать нельзя. Таково мнение 99,9-х минчан. Поэтому мемориалов, о которых они постоянно заявляют, как будущего гражданской войны, в Минске тоже не будет. Глава государства также рассказал, что накануне поручил председателю Мингородсполкома и уполномоченному президенту по Минску Наталье Качановой разработать проект постановлений и внести на сессию Гурсовета для принятия. Его суть заключается в наведении порядка. Президент поручил премьер-министру и главе администрации сориентировать все регионы страны, чтобы и там поступили подобным образом. Интервью с Александром Лукашенко вышло в число самых рейтинговых программ в медиапространстве Украины. Его посмотрели миллионы. Зрителей привлек именно эфир телеканала «112 Украина». Его главный редактор был в Минске и задал вопрос белорусскому лидеру. Он касался отношения к Зеленскому. Напомню, в минувшую пятницу Александр Лукашенко вел диалог с политическими обозревателями Белоруссии и зарубежья. Выбор иностранных журналистов был не случайным. Они представляли те страны, где переживают последствия революционных волнений, либо не исключают такого развития событий.